всех приветствую на канале компьютерной академии в сегодняшнем видео у нас большой вопрос связь с windows на samsung galaxy как настроить и использовать на последних моделях смартфонов samsung galaxy функции взаимодействия с продуктами microsoft становится все более интегрированы в android одна из самых интересных таких функций это связь с windows предоставляющая или представляющая по сути встроенное приложение ваш телефон который можно установить и на другие смартфоны из play market с несколько более широкими возможностями для телефонов samsung и так в этом видеоролике мы расскажем о том как настроить связь с windows на телефоне samsung о текущих возможностях такого соединения и дополнительная информация которая может быть полезной если на вашем устройстве samsung отсутствует описываемые далее параметры или для телефонов других марок можете вручную установить приложение ваш телефон также существует фирменное приложение samsung flow для тех же целей итак поехали разбираться с этим большим и интересным вопросом и так первый вопрос нашего видоса настройка функции связь с windows прежде всего о том что требуется для того чтобы вы могли настроить связь с windows на своем samsung galaxy а это установлено на компьютере 10 винда с предустановленным приложением ваш телефон или возможностью скачать и установить его из магазина приложения windows tour следующее что у нас должно быть на компьютере это учетная запись microsoft а если все указанное наличие приложение ваш телефон установлено если она была предустановлена проверьте в магазине приложения windows 10 нет ли для него обновлений и если что-то установите при наличии также проверьте наличие обновлений для приложения диспетчер вашего телефона в play market или galaxy store после этого остается лишь установить связь с windows для этого и так первый шаг ваш компьютер или ноутбук и телефон должны быть подключены к интернету желательно по вай-фай но не обязательно к одной сети если невозможно подключить телефон к вай-фай внимательно посмотрите шаг 2 шаг 2 на телефоне samsung зайдите в настройки далее дополнительные функции далее связь с windows если телефон не подключен к вай-фай но есть подключение к мобильной сети включите опцию использовать мобильные данные третий шаг включите переключатель связь с windows затем нажмите добавить устройство шаг 4 нажмите связывание телефона и компьютера и войдите под своей учетной записью microsoft либо нажмите продолжить если учетная запись уже была введена на телефоне пятый шаг очень ответственный предоставьте необходимое разрешение приложению на телефоне идем далее 6 пункт выберите компьютер с которым выполняется соединение он будет отображаться только если на нем используется та же учетная запись microsoft при этом он в сети если компьютер так и не отображается запустите приложение ваш телефон на компьютере и введите данные учетной записи microsoft для входа 7 пункт довольно таки интересный на экране телефон отобразится код на экране компьютера в приложении ваш телефон должно запуститься автоматически если это не произошло запустите вручную в приложении ваш телефон отобразится несколько кодов а вот среди них нужно выбрать тот который показан на вашем телефоне samsung идем далее восьмой пункт довольно таки радостный должно установиться соединение между устройствами и вы увидите приветствия на экране компьютера с предложением начать пользоваться всеми возможностями ну и по окончании первого вопроса скажу следующее если приложение ваш телефон зависла на подтверждение на сообщение подтверждение кода мы проверяем совпадают ли все данные в этом случае попробуйте закрыть приложение на компьютере и снова запустить его также обратите внимание что процесс подключения в приложении немного виды изменялся по мере его обновления если что-то пойдет не по отчетку не четко по инструкции просто внимательно читайте информационные сообщения на экране они направлены на то чтобы процесс подключения был максимально простым продвигаемся по нашему видеоролику далее второй вопрос нашего видоса использование связь с windows и приложение ваш телефон на samsung galaxy после настройки соединения все действия можно осуществлять в приложении ваш телефон на компьютере рекомендую пройтись по всем пунктам в меню слева и включить показ необходимых элементов итак первый элемент уведомления будет отображать уведомления с вашего телефона на компьютере с возможностью ответить на них будет запускаться либо подключение к экрану телефона либо простая форма ответа где это возможно уведомления также отображаются при закрытом но работающем фоновом режиме или свернутом приложении ваш телефон как обычное уведомление windows 10 прикольно следующий пункт сообщения это просмотр и ответы на сообщения с компьютера через телефон тоже неплохо следующая фотография это просмотр фотографий скриншотов и других изображений на телефоне открыв отдельное фото или по правому клику на изображение в списке вы можете скачать его с телефона к себе на компьютер тоже очень таки удобно следующий пункт экран телефона очень важный будьте внимательны и так экран телефона это показ экрана телефона на компьютере с возможностью управления клавиатурой и мышью а также переноса файлов с компьютера на телефон просто перетащите файл на отображаемый экран телефона по потребуется предоставить разрешение на экране телефон на экране телефона в этом случае кстати для передачи экрана есть другие способы у нас есть отдельное видео на нашем канале под названием как передать изображение с экрана android на компьютер также милости просим к просмотру продолжим функция работает только при вай фай подключении на телефоне для того чтобы переключить язык клавиатуры используйте клавишу shift плюс пробел при использовании альтернативной клавиатуры может потребоваться предварительно выбрать клавиатуру samsung следующая фишка это вызовы этого возможность осуществлять звонки или отвечает на них с компьютера через телефон требуется bluetooth на компьютере или ноутбуке включенный bluetooth на телефоне и сопряжение устройств ну и последняя фишка это приложение я эта функция находится в разработке она будет доступна не для всех смартфонов samsung она представляет собой возможность запускать приложение android на экране компьютера в отдельном окне со всеми возможностями управления прикольнейшая вещь ждем и так после того как вы ознакомитесь со всеми возможностями рекомендую также зайти в настройки приложение ваш телефон на компьютере и внимательно пролистать их все возможно вы захотите включить отдельные опции например общий буфер обмена а что-то выключить в дальнейшем для временного отключения связи с windows вы можете просто выключить ее в области уведомлений на вашем смартфоне samsung и закрыть приложение ваш телефон на компьютере чтобы снова включить включаем в области уведомлений на телефоне запускаем приложение ваш телефон на компьютере ну как то так важное замечание от нашего канала если после многочисленных экспериментов вы захотите удалить ваш телефон из списка подключенные из списка в отключенных к вашим и 10 винде устройств зайдите на страницу аккаунт microsoft ком адовая ссылочка будет в описании используя вашу учетную запись microsoft и удалите устройство там вот и все но и по окончании нашего видео подведем итог я скажу следующее в целом все работает стабильнее чем это было в первых версиях приложения ваш телефон и возможно многие владельцы как смартфонов samsung так и других марок найдут для себя предоставляемые возможности очень полезными это канал компьютерная академия и наш партнер сайт ремонтка . про я думаю данная информация была вам полезна смотрите наш канал ставьте нам лайки делайте подписки с нами будет интересно